Здравствуйте! В эфире программа «Наш день» в студии Никита Потипалов и в начале выпуска коротко о главных его темах. Произошло случай в отриющее. Медицина вообще совершенно сама по себе, а пациенты сами по себе. Губернатор отчитал, а прокуратура проверит. Опубликованные в СМИ данные Минздрава о состоянии Сони Курдюковой, сильно пострадавшей в ДТП в ночь на Пасху, оказались далеки от реальности. Будет дана оценка соблюдения законодательства, в том числе полноте и своевременности оказания медицинской помощи. Выходим из Троицкого, идем в сторону города. Всю пробку обошел по обочине. Без прав, пьяный, повстречный и по обочине. В пригороде Южно-Сахалинска нетрезвый водитель устроил погоню. Жители Черемшанки берут власть в свои руки. В Тамаринском районе организовано первое территориальное общественное самоуправление. Они сейчас будут готовить план на следующий год и с этим планом будут выходить к нам на бюджет. Романтика над облаками. Сахалинец Олег Пикин сделал предложение своей девушке на вершине Эльбруса. Было непросто что-то там сказать. Да, я не знаю, просто было даже трудно думать, дышать. Запах гари и дымовая завеса окутали во вторник, во второй половине дня, южную часть областного центра. Сообщение о возгорании сухой травы в районе Южно-Сахалинского аэропорта поступило в оперативные службы города в 15 часов. Довольно много времени понадобилось, чтобы обнаружить очаг и подобраться к нему. Пожар бушует в труднодоступном районе. К нему нет подъездных путей. На месте работают несколько пожарных расчетов. Как лечат пострадавшую в страшном ДТП семилетнюю Сахалинку, проверит прокуратура. Соня Курдюкова сейчас находится в областной детской больнице. Для малышки сохраняется риск потери зрения. В палате девочки после жала родственников побывали журналисты АСТВ, а во вторник губернатор Олег Кожемяка. Сейчас изучается вопрос о возможности госпитализации Сонни Курдюковой за пределами острова. Две недели ребенок уже может быть транспортабельным. Тем не менее, вы посылаете какие-то писульки. Вам ждете каких-то ответов, вместо того, чтобы взяли, полетели. Прилетели, договорились сами на месте. Надо, значит, я выйду на губернатора. Поставили меня в известность о том, что так и так. У нас там ситуация не решается со стационаром. Геймбольца принимает, но нет стационара. Какие проблемы? Губернатор взял ситуацию на личный контроль и потребовал определиться с дальнейшим лечением Сони в течение суток. Олег Кожемяка уже отправился в командировку в Москву, где обсудит этот вопрос с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Заинтересовались ситуации и правоохранители. Прокуратура проверит, насколько оперативно сработали сахалинские медики. В рамках организованной прокуратуры проверки будет дана оценка соблюдения законодательства, в том числе полноте и своевременности оказания медицинской помощи пострадавшей, а также оперативности направления ее для оказания высокотехнологичных медицинских услуг. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Во вторник, 24 мая, ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Асеев. Он немного не дожил до своего 95-летия. В последнее время ему сильно не здоровилось и до 9 мая он находился в больнице. Николай Иванович всегда вел очень активную жизнь, был заместителем президента областного совета ветеранов и почетным гражданином Сахалинской области. Во время войны Николай Асеев командовал взводом на Центральном и Первом украинских фронтах, участвовал в Курской битве, в боях был трижды ранен. Николая Ивановича Асеева похоронят в Южно-Сахалинске со всеми воинскими почестями. Первые и последние звонки прозвенели в Южно-Сахалинске. Сальма Матер во вторник простились ученики 4-й школы областной столицы. Еще одна торжественная церемония состоялась на площади Славы. Сюда под оркестровую музыку, кроме выпускников и преподавателей, пришли еще и пятиклассники. В этот день юные кадеты дали присягу стать верными защитниками Отечества. После слова предоставили выпускникам. Все же, которое я здесь провел, это было незабываемо. Очень много было эмоций, положительных, дали большой опыт. Я буду скучать по своему классу. Как-никак 11 лет были вместе, с некоторыми 5 лет вместе. Все будем скучать по друг другу. Мы с половиной класса будем видеться, встречаться. Перед окончательным расставанием со школой кадетам еще предстоит сдать экзамены и получить аттестаты. А большинство последних звонков на Сахалине по традиции прозвучат 25 мая. В Южно-Сахалинске стартовали седьмые Кирилло-Мефодиевские чтения. Участники конференции в своих докладах попытаются разобраться, как прививать нравственность в светском обществе. За два дня свои доклады представят десятки участников. С докладами выступят не только представители сегодня духовенства, епархии, но и представители науки, но и представители средств массовой информации, общественных объединений. Уже свыше ста участников присутствуют в зале. Конечно же, с каждым годом увеличивается не только количество участников, и это хорошо, но отрадно, что увеличивается качество тех семинаров, которые у нас проходят. Главным гостем стал разработчик образовательной программы «Истоки» из Вологды Александр Камкин. Он отмечает, что культурологическое образование в сфере религии не имеет ничего общего с навязыванием конкретных мировоззрений детям. Программа «Истоки» как в дошкольном, так и в школьном образовании используется в 57 регионах России. И здесь такая очень деятельная заинтересованность. Дело в том, что в нашем школьном образовании сейчас появилась новая образовательная область, которой не было никогда. Она называется «Духовно-народственная культура». И вот чем ее заполнить – это проблема. И вот местные руководители решили, что наша программа может быть одним из модулей вот этой образовательной области. Соя, бобы, кукуруза и другие эксперименты. Сахалинский аграрий планирует в этом году засеять нетрадиционные для области культуры. Задачу ставит Министерство сельского хозяйства. В Анивском районе планируют запустить мегаферму на 1900 голов крупного рогатого скота. Им потребуется высококалорийный корм, производить который собираются на Сахалине. Сахалинским овощам тяжело конкурировать с китайской продукцией, жалуются в совхозе Южно-Сахалинский. Одна из главных составляющих коммерческого успеха – мощности для хранения. Зачастую овощи, в частности картофель, увядают раньше, чем расходятся с прилавков. В совхозе ввели в строй новое хранилище. Интеллектуальный климат-контроль осуществляет компьютерная начинка. А вместимость – больше половины всего урожая совхоза за год. Технологическую гордость демонстрирует Олегу Кожемяко. Губернатор отметил, недостаточно просто хранить. Нужно работать и над товарным видом. Лучше всего, не отходя далеко от складских помещений. Чтобы не наращивать транспортные расходы, подходят сортировочные мини-линии. Сейчас мы посмотрим, поддержим эти предприятия, все наши государственные. Конечно, нужно уже переходить на новые формы сортировки, упаковки, уходить от ручного труда, создавать именно продукцию высокого качества, с тем, чтобы она доходила до потребителя уже упакованная, готовая. Перед областным сельским хозяйством стоит задача – повысить урожайность до 250 центнеров картофеля с гектара. Для этого нужны более качественные семена. Картофель сортов «Элита» и «Суперэлита» дополнительно закупят уже в этом году. Их везут из Самарской области. Излишками могут поделиться и соседние регионы Дальнего Востока. Посевная в области уже в самом разгаре. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, картофеля уже высажено в 30 раз больше. Для выращивания других овощей в открытом грунте на островах отведено почти 800 гектаров. Основную часть этих площадей займут капуста, морковь и свекла. Засеют и нетрадиционные для островов культуры. Нужно развивать высококалорийную кормовую базу для крупного рогатого скота. В каждом хозяйстве необходимо сделать деляны для того, чтобы посеять туда однолетние культуры, зерновые и бобовые культуры. И оценить, как они будут произрастать на территории Сахалинской области. Широкий спектр семян будет использоваться – и чмень, овес, кукуруза, соя, подсолнечник. По полтора гектара под такие эксперименты уже планируют выделить в компании «Гринагра Сахалин». Это один из резидентов территории опережающего развития Южная. Также предприятие заготовит за этот сезон не менее 14 тысяч тонн силоса и 12 тысяч тонн сенажа для животных мегафермы на 1900 голов. Ее возведение в районе Троицкого уже началось. В первую очередь объекта планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. Жители Черемшанки стали первыми в Сахалинской области, кто взял власть в свои руки. При этом обошлось без громких лозунгов и революции. В Тамаринском районе люди организовали территориальное общественное самоуправление. Одна из задач на следующий год – организованный выпас буренок. Беспризорные буренки спокойно разгуливают по селу. В Черемшанке чуть больше 300 жителей. Все друг друга хорошо знают. За имущество движимое и недвижимое можно не беспокоиться. Однако в этом случае чрезмерная свобода парнокопытных нередко сводит все старания местного населения благоустроить село к нулю. Эту проблему жители Черемшанки поднимают на общем собрании. Здесь вот тоже все время цветочки были. Забора нету, скотина ходит. Все поели и опять. У кого руки поднимутся второй раз опять сажать, ни у кого. Поэтому все это надо облагораживать, надо обустраивать. Я думаю, все равно поселок надо поднимать. Он же хороший, компактный. Улицы ловненькие. Также на собрании жители Черемшанки обсуждают, как обустроят тротуары и привести в порядок детскую площадку. Планов на текущий год много. Администрацию Тамаринского района скорее ставят в известность, нежели просят у чиновников помощи. Местные привыкли брать дело в свои руки. О территориальном общественном самоуправлении знают здесь не понаслышке. Инициатива пошла сейчас по всей области. Во всех муниципальных образованиях, во всех даже самых маленьких населенных пунктах. Но Черемшанка на сегодняшний день первая собралась, первая зарегистрировала устав. Для начала необходимо выбрать членов инициативной группы. Сельчане решают, самоуправлению нужна свежая кровь. Больше здесь 80% это пожилые населения. Для того, чтобы этот орган работал соответствующий, нужно привлекать сюда все-таки молодых. С помощью открытого голосования жители Черемшанки выбирают 6 человек. Именно им предстоит отстаивать интересы населения. Один из плюсов ТОСа, то есть территориального общественного самоуправления, в том, что люди принимают активное участие не только в работах, но и контролируют исполнение поставленных задач. Кроме того, сельчане могут софинансировать проекты. Мы не говорим о том, что ТОС предлагает что-то сделать и за деньги жителей вовсе нет. Жители могут выступать именно в части софинансирования. Примерно так же, как по выполнению работ по капитальному ремонту. При этом собственных средств нужно собрать всего несколько процентов. Остальное добавит местная власть. Один из удачных проектов, который объединил усилия сельчаной администрации – Дом культуры. Он уже обрел новое лицо. Сейчас ТОС Черемшанки готовит план необходимых работ на следующий год. Многочасовые ожидания в прошлом. В областном центре открылись два дополнительных офиса МФЦ. Они расположились в торговых центрах и для удобства сахалинцев работают без выходных. Клиентов принимают по записи, что позволяет избежать очередей. Два специалиста и никаких очередей. Вряд ли именно к приезду журналистов людей передвинули на другое время. Здесь так каждый день, утверждают девушки. Новый офис МФЦ расположился в торгово-деловом центре столицы. Он ориентирован на оказание услуг юридическим лицам. Сейчас все больше и больше приобретает популярность наш отдел, так же, как и в сети Молли. И, в принципе, журнал полнится записями на день, на два вперед. Даже иногда на три дня вперед. Как по записи принимаем, так принимаем и по очереди, если имеются окошки свободные. Удобно? Насколько, не знаю. Редко здесь бываю. Еще один офис расположился в другом торговом центре. И продолжает работать отделение на улице Сахалинской. Здесь изменили график, чтобы исправить ошибки этой зимы, когда люди вынуждены были часами дожидаться своей очереди. Отделения теперь работают без выходных. Решение принято после опроса населения. Благодаря новому графику время ожидания сократилось вдвое, отмечают специалисты. Жители обращались разными просьбами, прислушивались мы. Но, по большей части, для тех, кто работают, они все же с понедельника по пятницу, как правило. И документы им удобнее сдавать в субботу и воскресенье, в выходные дни. То есть, все сделали для заявителей, чтобы им было удобнее. Я доволен. И быстро сделали паспорт. Я вообще-то думал, что в месяц 3-4 будет продолжаться. Но за два месяца. Хотя я не местный, не сахалинец. Также здесь разделили электронную очередь на выдачу и прием документов. Достаточно самостоятельно взять электронный талон в терминале. Вам пришло СМС-сообщение, либо вам позвонили о том, что результат услуги готовы. Подходите к терминалу, выбирайте фамилию и все. Тут же сразу ожидаете и слышите, как вас вызвали. В день в общей сложности отделения МФЦ Южно-Сахалинска принимают до тысячи человек. А количество услуг за три года увеличилось с 31 до 260. Их качество и количество напрямую зависит от потребностей сахалинцев. 90 тонн сахалинского краба оказалось на китайской свалке. Представители города Далянь отправили в утиль деликатес на сумму почти в 2 миллиона долларов. Мотивируя это тем, что продукция не представляет ценности для потребителей. Крупная партия краба прибыла в Китай в трюмах предположительно браконьерского судна «Севен». По прибытии в Далянь выяснилось, что весь краб погиб. В итоге грузополучатели отправили товар на свалку. Далее рубрика «Точка отсчета». На улице Горького не смогли поделить дорогу Тойота Ками и водитель мотоцикла. Они двигались в попутном направлении. Водитель байка, кстати, лишенный водительских прав, решился на обгон всех машин по встречной. В этот момент водитель Ками совершала поворот в сторону горного воздуха. В результате мотоцикл сталкивается с Тойотой. С переломом ноги водитель Кавасаки доставлен в больницу, а вот его младшему брату повезло меньше. У него врачи диагностировали перелом костей таза. Доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Это последствия аварии, произошедшей на лесной дороге в районе Сокола. Здесь по непонятным пока причинам водитель не смог справиться с управлением. Съехав в кювет, он врезался в дерево. Молодой человек в коме был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Погоню в лучших традициях приключенческого фильма накануне устроил 25-летний южес Холинец на загородной трассе в районе Троицкого. Все началось с того, что Тойоту Короллу хотели остановить для проверки документов. Однако молодой человек решил избежать встречи с полицией и прибавил газу. В ходе погони он нарушил порядка 10 правил дорожного движения. Он пошел по обочине, то, что тут экипаж перекрыл, ничего не помогло. Автомобиль задержали на поселочной дороге в районе совхоза. Выяснилось, что молодой человек был пьян и не имел водительских прав. За неостановку по требованию сотрудника полиции и управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения молодой человек оштрафован. В деле о Макаровском убийце своей трехмесячной дочери поставлена точка. Это сделал накануне областной суд. Напомню, трагедия произошла 18 октября 2014 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заподозрив, что сожительница родила дочь не от него. Кроме того, он не мог успокоить плачущую девочку. Она ударила ее головой о пол не менее трех раз, причинив трехмесячной девочке телесные повреждения, от которых она в дальнейшем скончалась в реанимационном отделении детской больницы. Первый состав присяжных мужчину оправдал. С таким решением не согласились как государственный обвинитель, так и общественность. В ходе разбирательства уголовного дела стороной защиты были допущены множественные и существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Это повлияло на мнение присяжных заседателей. 13 мая 2016 года новый состав коллегии присяжных заседателей признал подсудимого виновным. И 23 мая Сахалинским областным судом вынесен приговор. Макаровский детоубийца отправится в места не столь отдаленные на 16,5 лет. Не уходит в тень мода на необычные предложения руки и сердца. Сахалинец Олег Пикин встал на одно колено перед любимой девушкой не где-нибудь, а на вершине Эльбруса. Изнурительное путешествие в финале обернулось приливом сил. О романтике над облаками далее. Они готовились к восхождению полгода. Изучали тонкости в интернете, бегали марафоны, ходили с ночевками в лес зимой. Иллюзии не питали. Подъем на Эльбрус – это большая физическая нагрузка. Оказались там в начале мая. Не случайно. Олег подгадал отпуск к фестивалю Red Fox Elbrus Race. Безопаснее, когда на горе много людей. Вся трасса маркируется, ставятся вешки. Риск потерять тропу сведен к минимуму. Вбратно машинец нас вез, он там на юге живет. Было темно, ничего не видно. Заехали в пансионат Чигет, поселились. До утра вышли с балкона, глянули вид. И ахнули от красоты. Высота была уже 2100 метров. Началась акклиматизация. Люди по-разному ее переносят. Но это важный шаг к покорению вершины. Ребята преодолевали небольшие подъемы. Говорят, прекрасно себя чувствовали. Приняли решение идти к верхнему лагерю на 4100 метров. Там в обычных контейнерах без отопления можно остановиться на ночлег. Уже часов в шесть мы шли, когда поднимались на 4100. И навстречу идут два человека с кастрюлей. С чаном. Чан огромный. Орел в глазах такой. Идут выливать борщ. У них большая группа. Они наготовили себе пищу. Съесть все не смогли. И решили вылить. А тут как раз мы попались вовремя. Мы ползем в борща. Кстати, варить продукты на высоте было крайне тяжело. Воды там нет. Только снег, который кидают в кастрюлю и растапливают. Закипает жидкость, не достигая 100 градусов. Вкус, признается пара, отвратительный. А погоды не было дня три. Сломался генератор. Сели телефоны. Высота 4610 метров. Скалы Пастухова. Идем от лагеря. Два часа 25 минут. Это пробная акклиматизация. Видимость ухудшилась. Ребята вернулись в лагерь. В хорошую погоду облака окутывают горы после полудня. Последний подъем к вершине занимает 10 часов. Туристы выходят на покорение около двух ночи. Большой угол подъема. Силы были уже на исходе. До вершины оставалось метров 20. Олег увидел впереди трех человек. Догнал. Вручил им фото и видеокамеру. Когда появилась Анна, предложил ей просто сфотографироваться. А потом встал на одно колено. Я уже просто там погибала. И вот, когда я взошла, я просто смотрю вокруг. И не могу поверить. Да ладно. Неужели мы сделали это? Мы над всем. Мы над облаками. Это просто невероятно. Тут еще Олег сделал мне предложение. Я просто в шоке была. Было не просто что-то там. И сказать, да, я не знаю, просто было даже трудно думать, дышать. Я вообще не знаю, это непередаваемые эмоции. После этого начался прилив сил. Горы не отпускали. Но рассудок взял верх над эйфорией. Облака собирались в стаи. Белые, как и ледник, под ногами. Чтобы не потерять маршрут, нужно было скорее спускаться. Эльбрус пускает далеко не всех. Их пустил. И подарил самые романтичные мгновения на вершине. Игроки футбольного клуба «Сахалин» побывали в гостях у ребят из Троицкого детского дома. На поле они сразились в дружеском матче. Мальчишки собрали свою команду и уверенно бились за мяч. А затем воспитанники детского дома учили футболистов играть в лапту. После пригласили их в актовый зал и представили творческие номера. А также учили гостей играть на ложках. К нам подошла Надежда Сана, директор детского дома. Сказала, так, пацаны, в пятницу приезжает команда ФК «Сахалин». Мужики, говорит, собирайте команду, будете играть, сражаться с ними. Посмотрим, на что вы способны. А то на поле, говорит, только можете выпендрироваться. Надо почаще приезжать к детям. Футбол сыграли. В принципе, все очень понравилось. Дети прям старались. В завершении встречи футболисты подарили ребятам подарки и пообещали почаще приезжать в гости. Перед началом соревнований всем участникам выдают учетную карточку и карту с обозначением маршрута и серией контрольных пунктов. Основная задача – пробежать по незнакомой местности, найти все пункты, отметиться и как можно быстрее прибежать к финишу. По бурелому не бежим. Бежим опять по грунту. Так. Бежим где-то 5 метров, я посчитаю. Команда за командой. Бегут в лес. Самые младшие участники от 8 до 12 лет первыми устремились навстречу приключениям. С каждым новым стартом спортсменов на маршруте становится все больше. Пункты один за другим становятся открытыми и отмеченными на карточке. Опасность насобирать клещей не пугает. Азарт и соревновательный дух – вот что самое важное. Четвертого у нас нету. Каждый год в одном и том же месте не проводим. Мы стараемся использовать 2-3 района, чтобы как-то разнообразить. Потому что места в городе не так много, чтобы проводить такие соревнования. В этом сезоне российский азимут в областном центре собрал более 300 человек. Первыми включились тамаринцы и корсаковцы. В эти выходные побегут жители Новоалександровска и Углегорска. Всего в областных соревнованиях по спортивному ориентированию участие примут около полутора тысяч сахалинцев. Один за другим участники устремляются к финишу и сдают судьям карточки. Для кого-то маршрут показался несложным, а кому-то пришлось нелегко. Но все участники точно получили массу положительных эмоций. Недаром летнее спортивное ориентирование – один из самых популярных и массовых видов спорта. В прошлый раз было, по-моему, даже полегче. Я упал там, у меня была большая травма, но я все равно побежал и занял второе место. Лес мы знаем, и в карте было разобраться легче, чем на прошлых соревнованиях. Было очень легко, весело даже. Все трассы знаем, что где-то пешком шли. Самое главное – это вид спорта дает здоровье. То есть мы пробегаем по лесу, дышим чистым воздухом на фоне не максимальной нагрузки, а оптимальной для каждого. Каждый участник состязаний получил диплом и памятный значок. Ну а победители – заслуженные награды. Грамоты и медали Министерства спорта России. Это была вся информация выпуска. Эти и другие новости найдете на сайте СТВРУ. А я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok